Так, Рафаэль, мы сегодня говорим с тобой о семье. Как можно понять семья? С каких позиций подойти? Какие особенности, какие функции? На вопросы своего наставника Рафаэль Орлов отвечает на внеклассных занятиях по подготовке к финальному этапу Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию. Такой формат позволяет максимально погрузиться в изучение каждого раздела. На этом подготовка к испытанию не ограничивается. Львиную долю свободного времени Рафаэль самостоятельно изучает материал. Увесистый багаж знаний придает уверенности. Плюс опыт выступления на подобных умственных соревнованиях. В Всероссийской Олимпиаде школьников я принимаю честь, начиная с пятого класса. И каждый раз достаточно достойно выступаю. Сначала на школьном уровне, потом на муниципальном. Начиная с девятого класса являюсь победителем регионального этапа. Это один из бонусов, который ждет победители финального этапа Олимпиады. Рафаэля поддерживает вся школа. Сверстники на него равняются. Преподаватели помогают в приобретении знаний. К слову, именно учителя в свое время заметили интерес мальчика гуманитарным наукам. Талантливых и одаренных детей мы пытаемся выявлять в раннем возрасте, с начальных классов, сопровождаемых в среднем звене. А на этапе подготовки к Олимпиадам обеспечиваем уже индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальные занятия. Вместе с Рафаэлем в финал вышло еще три сотни учеников девятых-одиннадцатых классов из 87 регионов России. В игру знаний за титул сильнейшего в области общества знания они вступят 3 апреля. В качестве площадки проведения заключительного этапа Олимпиады выбрали Ульяновский педагогический университет. Сама Олимпиада проходит в два тура. Первый тур – это творческие задания, которые выполняют ребята. Второй тур – это решение задач по обществу знаний. По итогам двух туров будут вывешены результаты. Затем ребята смогут посмотреть анализ заданий, апелляционные мероприятия пройдут. И затем мы узнаем, кто стал победителем и призером данной Олимпиады. Имена победителей будут известны 9 апреля. Их выберет компетентное жюри. В его составе 34 человека, среди которых представители московских вузов.